В Центре Милосердия помогают людям, которые попадают в трудные жизненные ситуации. И так давно сюда обратились сотрудники социальной защиты. К ним на обслуживание встала бабушка, у которой внук отобрал карточку и запер старушку в квартире. Когда соцработники поспешили к ней на помощь, то не нашли у неё дома ни еды, ни нормальной одежды. За помощью обратились в Центр Милосердия. Здесь на гуманитарном складе выдают одежду, продукты, предметы гигиены, детские принадлежности, средства реабилитации для всех категорий нуждающихся. Это и семьи с детьми, малообеспеченные или неполные. Это многодетные семьи, но не все, а те, кто трудно сводит концы с концами. Инвалиды, одинокие пенсионеры или просто, например, пенсионер. Он может быть и не одинок, но у него очень небольшая пенсия, и дети ему не уделяют внимания. Это могут быть безработные, это могут быть люди без определенного места жительства. На гуманитарном складе от Саровчан принимают взрослую и детскую одежду и обувь, постельные принадлежности, продовольственные продукты долгого хранения, посуду и другие предметы быта. Здесь же можно взять на прокат инвалидные коляски, прикроватный туалет, костыли, ходунки. Обратите внимание, что все приносимое на склад должно быть в хорошем состоянии. Просмотрите одежду. На ней не должно быть пятен, дырок, следов от моля. К сильно устаревшим вещам тоже лучше подыскать другое применение. Для людей вещь должна быть такой, которую ты предложить можешь любому своему родственнику, другу, что вот она лежит на полке, ее сразу взял, одел и пошел. То есть ты не задумываешься о ремонте, о том, что там надо купить шнурки или добавить пуговиц, молнию отремонтировать. Если вещь нуждается в ремонте, лучше отремонтируйте ее сами. Все вещи должны быть пригодными для повседневной носки. Не нужно нести на гуманитарный склад туфли на высоких каблуках. Сейчас Центр Милосердия нуждается в обуви, особенно в мужской и детской для мальчиков. Не хватает риса, сахара, чая и консервов. Всегда нужны детские памперсы и гигиенические средства для взрослых. Шампуни, геля для душа. То есть про нас знают хорошо Управление социальной защиты, Комплексный центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Теплый дом. В Теплом доме поступило дети из семьи новой, которые раньше не были. У них проблемы с одеждой. Они приводят к нам сюда детей или сами подбирают по размерам, прям вот одеваем детей. Точно так же со старичками. Гуманитарную помощь в Центр Милосердия можно принести по вторникам и четвергам с 13 до 19 часов. В субботу с 9 до 12 часов по адресу улица Пушкина, 24А. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.